всем привет сегодня мы погрузимся с вами в атмосферу кабардино-балкарской кухни и приготовим потрясающе вкусные лепешки с начинкой хычины и вы узнаете что готовить их совершенно не сложно но при этом они очень вкусные и нравятся практически всем лайк подписка и погнали и нам понадобится для теста кефир любой жирности 300 грамм мука пшеничная хлеба пекарная высшего сорта 400 грамм непременно просеянная соль сода и сахар по 5 грамм сахар добавлять совершенно необязательно но он балансе с солью придает более яркий мягкий вкус ну и к тому же сделает нашу корочку более румяной а для начинки мы возьмем творог 250 грамм лучше брать зернистый фермерский сыр 350 грамм у меня сулугуни и маздам но можно взять абсолютно любой сыр по вашему вкусу несмотря на то что наша начинка содержит соль в сыре творог нам надо будет подсолить и мы возьмем соли 5 грамм небольшой пучок зелени у меня лук 50 грамм для подпыла нам надо будет немножко муки буквально грамм 30 ну а готовые хычины мы будем смазывать обильно сливочным маслом возьмем его грамм 100 начинаем замеса теста нам всего лишь нужно будет смешать муку кефир соль сахар и соду я буду замешивать тесто на столе если вам удобнее делайте это в чашке тесто на столе тесто готово она немножко липнет к рукам при этом оно такое мягенькое и податливая убираем его в чашку накрываем крышкой и отправляем в сторонку минут на 20-30 мы же тем временем приготовим начинку нам нужно сыр натереть на терке а лук мелко порезать затем все ингредиенты просто смешать начинка готова тесто отлежалась делим и начинку и тесто на 6 частей начинки получается грамм 600 примерно 100 грамм каждый колобочек а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Теперь каждый колобочек теста аккуратненько расплющиваем, можно раскатать немножко при помощи скалки, затем кусок начинки нам нужно обернуть тестом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так сейчас выглядит наш хычин. Нам нужно его расплющить. Удобнее, конечно, это делать на столе. Ну а затем подкатать скалкой, предварительно посыпав мукой. Субтитры сделал DimaTorzok Первый хычин готов. Толщина должна быть не больше полсантиметра. И катайте аккуратненько, чтобы не порвать тесто. Все лепешки подготовлены к жарке. Ставим раскаляться сковородку. Удобнее всего использовать блинную. У нее бортик невысокий. У меня диаметр сковородки 22 сантиметра. Если у вас больше, можете поделить на 5 лепешек. Обжариваем на сильном огне. На сухой сковороде по минуте максимум полторы с каждой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подаем со сметанкой. Ну что, пробуем? это невероятно восхитительно вкусно солененький сыр тончайшее тесто и творожный привкус а со сметанкой просто божественно пробуйте обязательно класс хычины готовы как видите мы совсем недолго занимались их приготовлением зато какой результат вы просто не представляете аромат у них просто божественный непременно пробуйте пусть вам будет вкусно ну и смотрите другие наши рецепты а фото отзывы присылайте мне в директ в instagram до новых вкусных встреч пока пока